Валерия Овечкина Я постарался выделить 30 инструментов, которые полезны будут максимальному количеству людей и простыми и понятными словами о них рассказать. Моя задача сегодня была смотивировать ребят и заложить идею, сказать, ребята, вот так можно и будет хорошо. Знания, полученные во время тренинга, участники форума смогли сразу же применить на практике. Бизнес-игра «Олигарх» дала им возможность примерить на себя роль настоящего бизнесмена, владельца банка, торговой сети или производства. В игровом пространстве были точно отображены реалии, с которыми приходится сталкиваться предпринимателем. По правилам игры каждый житель государства должен купить одну машину и два робота. Наше государство производит машины, соседнее государство производит робот. Ну и здесь становится очень много моментов, которые встречаются в жизни, и мы каждый в них участвуем. Это налоги, это полиция, это таможня, это производство. На самом деле у нас должно быть развитое очень государство, чтобы каждый из наших жителей добился в материальном плане чего-то. Но так как я представляю сторону прессы, я должна следить за самыми главными новостями, оповещать нашего президента и, естественно, давать какой-то ответ нашим гражданам, нашим жителям. Сейчас в данный момент у нас проходит незаконное прохождение границы. У нас в этот удар, у нас штрафы предусмотрены, мы его штрафуем по своей. Два человек пришло в нашу территорию налогово. Сейчас, смотри, я подойду. Мы погружаем участников в условия, максимально приближенные к реальному бизнесу. Все полноценные контрагенты, с которыми предприниматели сталкиваются в реальном бизнесе, они здесь представлены. И каждый участник играет определенную роль. Также в этот день состоялся конкурс бизнес-проектов. Молодые амичи рассказали о своих предприятиях и о планах по их развитию. Во-первых, эти мероприятия помогают молодым людям реализоваться, прежде всего, и понять, в какой среде они сейчас находятся. То есть, познакомиться с такими замечательными людьми, как здесь, наверное, просто на улице или где-то на работе невозможно. Хочется отметить то, что я приехала сюда тоже с готовым проектом и с тем проектом, на котором я уже работаю. Мне очень необходима поддержка правительства для расширения бизнеса. Наиболее перспективные проекты получили грантовую поддержку на общую сумму 1 миллион рублей. У меня проект именно «Барбар шоу для животных». Это «Барбар локс». То есть, мы занимаемся стычкой животных. Все любят собак, все любят кошечек. Думаю, есть все шансы. В любом источнике бесперебойного питания есть накопитель энергии, аккумуляторная батарея. Чтобы аккумуляторная батарея служила как можно дольше, есть определенные измерительные устройства, которые позволяют подбирать аккумуляторы друг к другу. Мы запрашивали средства на приобретение нового батарейного тестера. Несомненно, помимо господдержки, итогом двухдневной работы Конгресса стали полезные связи, партнерские договоры, советы опытных бизнесменов и новые идеи.